Добрый вечер! В эфире передача «Зона безопасности» и сегодня в выпуске. Уголовное дело по факту браконьерства завели сотрудники правоохранительных органов на жителей агрогородка Ольшаны Столинского района. На любителей скорой балку вместо удочек и спиннингов они взяли ставные сети. 20 фактов браконьерской рыбалки выявили сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира только с начала месяца. Очередной случай произошел на реке Припять у агрогородка Ольшаны. Трое местных любителей рыболов взяли на рыбалку вместо разрешенных орудий ставные сети в общей длиной 115 метров, которые попали свыше 25 килограммов самов, язей и лещей. Но счастье удачливых добытчиков длилось недолго. Их заметили инспекторы. Стоимость вреда нанесенного природе составила 125 базовых величин, что составляет почти 5000 белорусских рублей. Сотрудники правоохранительных органов завели на браконьеров уголовное дело. Теперь придется заплатить штраф и за выловленную рыбу, и за ущерб нанесенной природе. Также у нарушителей изъята лодка с подвесным мотором, которая будет обращена в доход государства. Безопасность пляжного отдыха и соответствие официальных мест для купания строгим нормам находятся под пристальным вниманием и сотрудников прокуратуры. Во время подготовки к сезону и его разгар надзорные органы проводят мониторинг пляжа и выявляют несоответствие требованиям закона. В Бресте такие вопросы оперативно решаются, чтобы отдых горожан был комфортным. Жаркий июльский день. Температура воздуха 30 градусов, а на пляжах даже в разгар рабочего дня многолюдно. Взрослые дети ищут прохладу водоемов и осваивают обновленные в этом году пляжи. Например, на центральном установили новые навесы и привели в порядок территорию. С учетом рекомендаций и прокуратуры, и других соответствующих служб, выполнены работы на всех пляжах и зонах отдыха города. Особое внимание было уделено пляжу центральным. Во-первых, сделано ограждение пляжа. Установлено новое оборудование, которое очень нравится нашим посетителям. Это 41 лежак из 4 модификаций и 10 теневых навесов. Также установлена детская площадка. Новая конструкция и планировка пляжа. Элементы детской купальни проверены сотрудниками прокуратуры на соответствие. В ходе осмотров также проверяются стенды с информацией для отдыхающих. Проведены проверки соблюдения законодательства, направленные на обеспечение безопасности граждан на воде. В ходе проведения проверок выявлен ряд нарушений, в том числе санитарно-гигиенического состояния территории и мест, разрешенных до купания, отсутствия надлежащего благоустройства и другое. По результатам проведенных проверок приняты меры прокурорского реагирования. Особое внимание уделяется нарушению правил безопасного отдыха и купанию в запрещенных местах. Нарушители могут получить штраф до 8 базовых величин, а повторно до 15 величин и вплоть до административного ареста. Сотрудники прокуратуры в основном уделяют внимание местам, где запрещено купание. Поэтому мы выставляем дополнительные таблички. Это такие районы, как Соя, Задворцах озера, Поковельскому шоссе озера. Есть места, есть перечень. Мы выезжаем, выставляем таблички «Купание запрещено». «Купание запрещено», здесь утонул человек. Несмотря на эти меры, дежурство милиции на пляжах и вдоль границ водоема высоким остается процент нарушений и смертей на воде. Причиной тому употребление спиртных напитков, оставлять детей без присмотра и другие нарушения правил поведения на водоемах. Только в этом году погибло уже 34 человека, из которых двое детей. В ходе проверки было установлено, что коммунальным службам города необходимо выполнить работу, по санитарной уборке территории пляжей, уборке надводной растительности на мелководье, по очистке дна акватории всех пляжей и зон отдыха на территории города Бреста. По результатам проверки прокуратурой города было внесено представление об устранении нарушений законодательства. В настоящее время коммунальными службами города выявлены недостатки устраненных. Большой популярностью пользуются пляжи, удаленные от центра. Местные жители приходят отдохнуть вместе с детьми. Но большинство, к счастью, помнят о правилах. Чтобы далеко не заплывали, сопровождение взрослых, естественно. Но спасательный круг, чтобы рядом. Слушались родители и все. Пляж отличный, вообще супер. Хватает тут, конечно, всего. Недоставков нету. Но вот есть, конечно, одни вот эти заросли. Ну, а так вообще все супер. Прокуратура, местные органы власти, коммунальные службы делают все возможное для комфорта и безопасности граждан во время летнего отдыха. Однако личная безопасность в руках каждого человека. Простые правила спасают жизнь. А комфортные пляжи не становятся местом, где можно все. Девятый республиканский конкурс персонального мастерства сотрудников кадровых подразделений МВД Беларуси принимал на этой неделе Брест. На протяжении трех дней девять команд участниц боролись за звание сильнейших в различных дисциплинах и показывали свои навыки и профессиональную подготовку. О конкурсе и его этапах и участниках, а также о том, кто стал победителем, расскажем далее в программе. Торжественное открытие конкурса состоялось в Брестской крепости. Собравшиеся по четыре минуты молчания память солдат Великой Отечественной и возложили венки к вечному огню. Этот конкурс в профессиональном мастерства приурочен ко дню образования кадровой службы органов внутренних дел, которая исполняется 102 года. Менялось название службы, претерпевали изменения организационно-штатная структура. Но задачи, которые ставились перед этой службой, по сути дела, они оставались неизменными. Прежде всего это подбор, комплектование, обучение, расстановка личного состава. По пять человек в каждой команде участницы прошли испытания на знания законодательства, правила процедур работы в кадровых подразделениях МВД. Они продемонстрировали свои навыки в области строевой, огневой, физической подготовки, а также профессионально-психологической компетентности. В этом году очень приятно отметить, что уровень по огневой подготовке значительно вырос, и по результатам экзамена по огневой подготовке мы уже с коллегами приняли решение, что в следующем году мы будем менять упражнения, так как уже действительно и навыки владения оружием, и точность стрельбы очень высока стала. Участники сдавали нормативы по челночному бегу, бегу на выносливость, выполняли силовые упражнения, демонстрировали приемы, задержание и сопровождение. Также конкурсанты впервые соревновались в командной эстафете. Все команды подготовленные, крепкие, сильные, поэтому была упорная борьба, приходилось где-то и поднатужиться, приложить максимум усилий для того, чтобы достойно выступить на конкурсе и представить свою команду должным образом. За звание сильнейших боролись команды областей ГУВД столицы, а также департаментов охраны и исполнения наказаний. Сегодня настолько динамично развивается мир, что нужно успеть быть чуть-чуть раньше, и поэтому сотрудники кадровых подразделений, да и не только кадровых подразделений, в целом и милиции, стараются оперативно быстро реагировать на вновь появляющиеся вызовы или угрозы. И оперативно на них реагировать, в том числе и кадровые подразделения, поэтому и на этих конкурсах мы изучаем все эти вопросы, проходим все те моменты и сложности, которые есть в жизни у каждого сотрудника. По итогам соревнований напряженной борьбы третье место заняла команда ОВД Минского облсполкома, на втором команда ОВД Витебского облсполкома, а победителями стали сотрудники департамента охраны МВД Беларуси. Также были награждения и в личных зачетах. Мы продолжаем в нашей программе рассказы о резонансных делах прошлых лет. Как это было, как велиц расследования, какие наказания получили нарушители и преступники. Собеседником на этот раз был Иван Полетила, полковник в отставке. 19 апреля 1970 года с главного конвейера завода сошли первые шесть автомобилей ВАЗ-2101. Эта машина стала символом эпохи позднего СССР, символом личного успеха представителей советского среднего класса. Не менее знаковым событием стал долгожданный запуск массовой производства новой «Волги», которую начали разрабатывать еще в 1962 году. Символом триумфа высоких советских технологий стал сверхзвуковой красавец-авиалайнер, сумевший взлететь раньше своего западного аналога «Конкорда». В 1970 году на службу в милицию поступил и Иван Полетила. Ну, вообще, я прошел в милицию по направлению райкома партии. Я еще в армии, когда служил, в ракетных войсках я служил три года и три месяца. И приехал я в Кобрин, на родину, потому что после службы в армии я уехал в Гродно, там у меня брат работал, вот, закончил мединститут, работал на скорой помощи. И я приехал туда, к нему, и там устроился водителем скорой помощи. Свою службу в милиции Иван Кириллович начал участковым дивенем. И ездить молодому сотруднику приходилось по служебным делам не на новых «Жигулях» и «Волг», а на мотоцикле «Иш», который удалось купить только по протекции районного совета депутатов и то за свои деньги. Затем ему предложили службу в уголовном розыске в Кобрине. Иван полетел, а послужной список. Милиционер-шофер, участковый инспектор, инспектор уголовного розыска, начальник отделения уголовного розыска, заместитель начальника Пружанского РОВД, заместитель начальника уголовного розыска УВД Брестского облсполкома, начальник уголовного розыска УВД Брестского облсполкома, заместитель начальника УВД, начальник криминальной милиции, полковник в отставке. Я отдал добро на то, что буду работать в розыске. И вот где-то с 1973 года, я, наверное, пришел, вот я по 1997 год работал практически в розыске. Ну, была уборка картофеля, как раз такая осень, уборка картофеля. Приехали целая машина цыган, это деревня Городец, когда ехать на Пинск. И они почистили 15 домов, потому что люди на картошке, на полях, вот, а дома закрыл дверь и пошел. И они обокрали 15 домов, может быть больше. И вот мы приехали туда, в эти деревни, ходили там по этим хатам, вместе со следователем составляли эти протоколы, место происшествия, все это описывали. И сами себе думали, что же будет дальше, как это, то же цыгане. Вот. И вот один человек, там, заметил эту машину какую-то там неизвестную, серой МИ. Вот. Ну, это сразу было похоже на цыганское кража, что столько домов, и каким способом совершались, и что там брали. Это практически было видно сразу, что это цыганская работа. Был след изъят этого автомобиля, где стоял. Даже не знал, какая цифра на номерах, только вот серия МИ. Короче, было оперативное совещание, собрались все сыщики, все начальники там. На оперативном совещании информации случайного свидетеля было принято решение начать поиски в Минском районе. Так и сделали. На эстакаде, ну, для осмотра машины, просто на улице эстакада стоит, в этих колодищах, стоит такая машина, и около нее цыгане там. Ну, они там крутят, там, гайки. Ну, начали мы вести там всю эту работу. Где-то цыгане, что это за машина. Люди сказали, колодищенские граждане, что они только, говорит, пару дней назад где-то вернулись. С этой машины разгружали, говорит, там и одежду. Ну, в общем, начали мы работу с барона цыганского. Как сегодня помню, его фамилия Домбровский. Вызвали мы его в сельский совет, там, в колодищах, и начали с ним просто разговаривать. Что, типа, так и так, уже нам известно, что вот такая-то машина. Ну, этот, этот, короче, барон сказал, что, а как, говорит, так, за такую дали, вычислили эту машину и вычислили, что это мои люди. Было возбуждено уголовное дело, но времена были другие. Барон полностью рассчитался с этими гражданами. Все, которые были совершены кражи, пришел с такой большой портфелем. Вызвали всех этих граждан, сколько, на какую сумму у тебя там? Говорит, вот столько, столько. И он, короче, возместил всем ущерб. И по тем временам было согласовано с прокуратурой, было, дело прекращено в связи с тем, что столько детей цыганок. Ну, как, допустим, 12 детей, и справка есть сельского совета, что такая-то Юзапчук, там, Тамара, или как там ее, имеет, на иждивении, там, 12 детей или 10. Ну, кто ее посаивает в тюрьму, это же тоже как-то не по-человечески. Тем более, люди написали, что нам практически ничего не надо. Вот, молодец, говорит, вот этот барон возместил. На сегодня это все материалы выпуска. Следующая передача «Зона безопасности» выйдет в эфир 31 июля в 19.55 на телеканале «Беларусь-4 Брест». Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова